Техники работы с возражениями Повтори, поддержи, продолжай Что это значит? Это значит нужно сделать такие шаги Выслушайте возражения Сделайте паузу Внимательно посмотрите человеку в глаза Спокойно скажите хороший вопрос И также спокойно переходите в наступление Во время паузы вы должны осознать скрытый вопрос А затем повторите возражения Преобразовав его в обратный вопрос Используйте при этом слова и выражения самих людей Это и будет вашим первым ответом Например Она А мне муж не разрешает Вы Скажите, а чем бы вы могли пояснить такое его решение? Интересно было бы узнать ваше мнение на этот счет Или А что вы сами думаете об этом? В результате человек сам проговаривает ответ на свое возражение Он сам на него отвечает Благодаря этому мы избегаем прямой конфронтации с клиентом И не ущемляем его гордость Напротив, мы тем самым поддерживаем его Признаем его право на высказывание собственного мнения И узнаем больше о нем самом После того, как человек сам ответил на свое возражение И тем самым ликвидировал его Скажите Хорошо, что мы понимаем друг друга А затем продолжайте разговор Кстати, мы остановились на теме И так далее Запомните несколько фраз Которые помогут вам вывести общение с гостем На более доверительный уровень Очень хорошо, что вы затронули этот вопрос Давайте обсудим его подробнее Помогите мне понять, что вы считаете правильным А как вы сами думаете? Мне интересно ваше мнение Вы затронули сейчас очень важный вопрос Почему вы об этом сказали? Мне очень нравится, что вы хотите во всем разобраться Я вас прекрасно понимаю Каждому человеку хочется сделать правильный выбор Вы задаете очень профессиональные вопросы Скажите, почему вы думаете, что Вы сейчас сказали замечательную фразу О, это мой любимый вопрос А теперь в данном месте урока Нажмите паузу И проговорите эти фразы вслух Послушайте эти фразы внимательно Достаточно ли искренне вы их говорите? Не фальшивите? Почему важно быть искренним? Потому что, используя такие выражения Вы психологически присоединяйтесь к оппоненту Выстраивая таким образом дружеский, интересный вам обоим разговор Будьте при этом эмоциональны Ведь 80% восприятия зависит от того, как мы говорим Люди сначала чувствуют наш настрой И уже потом добирают до смысла сказанного Не зря говорится эмоции Эмоции – это транспорт наших слов Техника номер два Правило «да» и «и» Техника состоит в том, что вы переводите возражения из негативного разряда в позитивный Например, он «Я уже работал в одной сетевой компании, и у меня ничего не получилось» Вы Да, и теперь вы понимаете, что выбирая компанию, всегда необходимо проанализировать несколько главных вещей Продукт, маркетинг-план и перспективы компании Техника номер три Озвучьте возражения сами Иногда вы можете проговаривать возражения сами, опередив собеседника Это означает, что вы умеете видеть те вопросы, которые не озвучены оппонентом, но беспокоят его в данный момент Например, скажите гостю так Мне иногда приходится слышать В ваш бизнес нужно вкладывать деньги И поэтому я хочу сразу показать, как в нашем деле деньги работают на вас Давайте обратим внимание на слово «вкладывать» К таким типовым возражениям, которые можно озвучить Сразу же предложив на них ответ, относятся и такие Зачем мне это нужно? Это действительно решение моих проблем? Получится ли у меня? И другие Знаете, что эти вопросы присутствуют всегда Даже если вы их от собеседника не слышите Техника номер четыре Имитация отказа от клиента Эта техника заставит встряхнуться такого гостя Который явно выказывает вам свое пренебрежение Она особенно хороша, если с таким человеком никак не получается наладить контакт Мы искренне рассказываем ему о тех возможностях, которые способны изменить его жизнь в лучшую сторону А он сидит, развалившись на стуле, нога на ногу, лениво наблюдает, как мы перед ним танцуем Учитесь отличать истинный интерес от бессмысленного перемалывания воздуха Различайте этот тип людей и смело действуйте по одной из следующих схем Встряска через легкий шок В этой технике порой рекомендуется даже жесткость Обычно это происходит на распуте Когда мы решаем, будем мы продолжать встречу или нет И резким ответом встряхиваем гостя Это могут быть резкие слова такого типа Я тут не играю в игрушки Действительно, может быть это вам и не нужно Зачем людям успех, деньги, свобода У меня что, на лбу написано идиот? Я могу точно гарантировать, что если ничего не будешь делать, ничего и не получишь А есть гарантия в том, что работая на хозяина, вы в конце месяца получите зарплату Вы думаете, я тут время теряю? Посмотрите на реакцию Если вы действовали правильно То гость обычно меняет отношение к происходящему на серьезное, деловое Он даже меняет позу Достойное прощание Будьте внутренне свободными И умейте отпускать человека, не держать его на привязи Вы не должны никого уговаривать Наш бизнес – это бизнес-партнерство, а не уговоров Поэтому вы можете в любой момент завершить встречу Если чувствуете, что ее продолжение бессмысленно Можно ли кого-то заставить быть успешным? Например, скажите, если вы думаете, что я хочу затянуть вас куда-то против вашей воли, то вы ошибаетесь В таком случае нашу встречу лучше прекратить Я ценю свое время и ваше, поэтому мы закончим разговор прямо сейчас Сделайте паузу и посмотрите на реакцию гостя Очень часто такой метод отталкивания, совершенно неожиданно для гостя, действует противоположным способом Чувствуя, что он может потерять что-то для себя важное, человек начинает притягиваться и интересоваться Рекомендуем порепетировать разные техники и ситуации со своим бизнес-партнером Попробуйте себя в разных ролях Запишите себя на диктофон и прослушайте свой голос Итак, мы познакомили вас с несколькими часто встречающимися ситуациями и тем, как на них реагировать Однако не стоит ограничиваться заучиванием формулировок вопросов и ответов Потому что есть риск, услышав вопрос в другой формулировке, не суметь его распознать и ответить правильно Учитесь в каждом возражении видеть то, что на самом деле интересует гостя Это словно маяк, который указывает, в какую сторону повернуть разговор Вопрос показывает, что сейчас важно, что надо обсудить подробнее Так человек, говорящий «у меня нет времени» на самом деле просит показать ему ценность времени в вашем бизнесе Покажите ему возможность реальной отдачи, которую он будет получать от времени, вложенного в ваш бизнес Это будет лучшим ответом на его скрытый вопрос Практикуясь таким образом, вы научитесь строить разговор так, что будете предупреждать вопросы собеседника заблаговременно То есть ваша речь просто не будет давать гостю повода задавать лишние вопросы Это качество отличает профессионалов от новичков А вообще возражение нужно полюбить, как один из видов препятствий на вашем пути к цели Благословенные препятствия, мы растем ими Так говорит Лида Вырабатывайте в себе подобное лидерское отношение к возражениям И это позволит вам повышать уровень и качество встреч Если человек отказывает вам, это еще не повод отказаться от него Нужно просто умело продолжить беседу Так? Разговор об этом в следующем уроке на тему возражения